Любителям Саконхенда большой привет! Сегодня мы в очередной раз отправляемся с вами по магазинам Саконхенд поднимать себя в настроение, искать клад. А клад я, друзья, таки нашла! Аж целых два! Поэтому обязательно досмотрите этот ролик до конца. Ну, как всегда, конечно же, будут разное время, разные дни, разные привозы и разные магазины. В общем, друзья, мы сегодня с вами замечательно и весело проведем время. Двухнедельная хумана. Третий или четвертый день привоза. То есть цены по 3 евро, по-моему. Ну, я снимала до еще карантина, до их закрытия, поэтому уже толком не помню. Ну, собственно говоря, наверное, это не особо важно. Конкретно по какой цене были вещи в этот день в этом магазине. Нашла блузку, она мне очень понравилась. Тем, что она стрекозки. Я, как сорока, сразу накинулась на вот эти бусинки, которыми завязывается сама блузка. Она очень-очень была такого, знаете, невесомая на плечах. Хорошо рукав, хорошо размер, стрекозки. В общем, достаточно интересная блузка. Но это, на мой взгляд, мне она понравилась. Я, конечно, ее не купила, но мне она понравилась. Эта блузка от очень хорошей английской марки торговой, которая была очень популярна в 60-е и 70-е годы прошлого века. Поэтому она, можно сказать, винтаж. Но вообще вещи этой марки, они довольно интересны, необычны. Сочетание тканей, в общем, необычное очень, друзья. Блузка очень интересная, особенно рукава. Вы посмотрите, насколько красивы в этой блузке рукава. И плечо открытое. Она довольно просторная. В общем, она мне тоже очень понравилась. У нее был отличный состав ткани. У нее вот это как гипер пришит. Ну, то есть, очень-очень интересное. И, конечно же, я посмотрела, что это? Это оказался вот такой недорогой, кстати, очень даже бюджетный бренд, который был основан в Греции в 2004 году. Но посмотрите, какая блузка, какая красота. Абсолютно простой жакет, классический. Полосочка черно-белая. Ну, взяла, собственно говоря, показать вам, какие у нас жакеты бывают. В основном я жакеты, если и покупаю, то их не ношу. Этот мне понравился тем, что он был приталенный. Плечо на месте, хоть и с подплечником. Хотя вы говорите, что сейчас подплечники модно. И, типа, стильно. Но, я не знаю, мне не очень нравятся подплечники. Состав ткани был хороший, но не было производителя. Я так и не нашла бирку, кто же все-таки произвел этот жакет. Этот джемпер я взяла только потому, что он красивого цвета. V-образный вырез. Длина рукава хороша, но он мне маловат. Он такой, знаете, очень простой. Ничего особенного в нем нет. Единственное, что производитель. Мася Мадутти. Не все так просто. Мася Мадутти у нас довольно часто попадается в магазинах, но обычно очень маленькие размеры. И когда попадается твоего размера, знаете, очень интересно померить, посмотреть. Мася Мадутти. Мася Мадутти. Мася Мадутти Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И еще оказалось, что в этом сезоне очень популярны жилетки Жилеты, жилетки любые, в основном вроде костюмные Ну я вот тоже, и это кстати мужской отдел, вот эту жилетку, джинсовую жилетку я нашла в мужском отделе Она по цвету идеально под мои голубые джинсы Название этого изделия я даже не знаю, как вам сказать, друзья, потому что я не знаю Это не майка, это не топ, это не блузка и это даже возможно не рубашка, потому что нет пуговиц Есть капюшон внизу на шнурочке, стопроцентный лен И в принципе можно было бы посмотреть, купить с голубыми джинсами Либо с белыми льняными брюками, ну нет, с белыми наверное нет, но с какими-нибудь другого цвета брюками льняными Хороший состав ткани, хорошая производителька, белая, тоже льняная Из серии баварско-австрийской крестьянки Они всю одежду в этом стиле шьют, во-первых, в основном из льна И обязательно очень много вот таких декоративных деталей Как, например, на вот этой рубашке, скорее всего, эта рубашка или топ На ней очень интересные детали И вот очень разные, особенно в винтажке Да не особенно, а только в винтажке Вот такие вещи, как вот эти австрийско-баварские для крестьянки Ну и тоже можно было, в принципе, купить Вот посмотрите, какие интересные детали Иногда такие вещи в винтажном магазине Можно даже купить ради вот этих деталек Недавно тоже пришел мне комментарий, что Хумане у нас в убитом состоянии, в очень убитом сумке Состоянии Да, я с вами соглашусь Что-то найти очень шикарное, довольно сложно Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Я двухнедельная хумана И я решила посмотреть и вам показать, какие у нас в хуманах юбки Тут недавно что-то я мерила, вам показывала И был совет, чтобы удлинить изделие Ну, например, какое-то короткое платье или кардиган Нет, простите, тунику То можно купить юбку Ну, скорее всего, это что-то должно быть легкое И поддевать ее под платье какое-то или тунику Ветровка на кнопках, приталенная Плечо очень хорошо на месте Есть карманы Длина рукава неплохая В общем-то, все достаточно идеально И можно было бы купить Но я не купила эту ветровку Потому что понимаю, что носить я все равно не буду И эта ветровка была очень хорошего Производителя Марк Кейн Интересная находка Я это пальто не купила Но посмотрите, как оно хорошо сидит Я мерила его тогда же Вот рядышком висит куртка кожаная Которую я купила И уже вам ее несколько раз показывала Но это пальто, во-первых, оно мне было мало Во-вторых, опять-таки, я не знала, куда его носить Но очень хорошего производителя Посмотрите, хорошие цены Красивая ткань Пуговица В общем-то, можно было, конечно, купить Новая интересная блузка Тончайшая Просто тончайшая Красивая расцветка Розово-белая Опять-таки, если подумать С белыми джинсами, например То на лето очень замечательно Но я также ее не купила Хоть она и была Масима Дути Но я ее не купила Вообще, как-то с Масимой Дути У меня почему-то не складывается Дружбы Хотя вот иногда нахожу вещи их Которые мне по размеру хорошо А так красивая Правда, она вот Красивая была Но не знаю, почему я ее не купила Сумка от Луи Виттона Достаточно большого размера Покупать я ее тоже не стала Потому что я реально понимаю Что это не оригинал При том, что я особо не разбираюсь Но я все равно не нашла Никакого номера в ней И вот такая была оранжевая Возможно, она была кожаная Возможно У продавцов я спрашивать не стала Ну вот, посмотрела Она была хороша тем, что ее можно было через плечо Сначала, когда я увидела И взяла в примерочную это изделие Я сразу поняла, что это качественная вещь Я посмотрела, что да Это стопроцентный шелк Я стала мерить Она прозрачная Я подумала, наверное, кардиган На какое-то платье, например И почему бы и нет Летом не носить его Что-то под низ Не придумав Достаточно легкое То есть, мне изначально понравился Этот, как я решила тогда Кардиган У него даже был пояс То есть, все очень солидно Но когда я посмотрела в интернете И увидела цены Увидела, что это бренд Этот бренд Производит нижнее белье Пижамы Я была в шоке от цен Но когда я узнала, что это ла перла И вот такие цены на одежду Я была, друзья, просто в таком шоке Что я нашла такую вообще дорогую вещь Которая мне понравилась И я ее купила Я, правда, не знаю, что я с ней буду делать И применю ли я ее в своем гардеробе Но я эту вещь купила Простая, но интересная блузка Очень легенькая Очень тоненькая Красивая нежная расцветка Цветы И она настолько тонкая Что я мерила ее на белую майку Изделия от этого производителя Я всегда стараюсь мерить Если попадается интересная А тут, на самом деле, попалась интересная модель Вот это, как жилет Он отстегивается И получается 100% льняной Просто блузон А если не отстегивать То сзади застегнуть Видите, как интересно Как жилет На блузон льняной Льняной же жилет То есть, в общем-то, один-два в одном И это ула-попки Большой размер В общем-то, очень интересно Но я его тоже, друзья, не купила Я могла его купить на этот канал Но не уверена была Что кто-то его захочет Кому-то он понравится Если бы был не белый цвет А был бы, например, голубой Или розовый Вообще, в этот раз Но я была в первый день Это самый первый день Привоза В этот раз было очень много разных Интересных вещей Особенно вот эта тоже блузка Посмотрите Это тоже стопроцентный лен Очень красиво декорировано То есть, ее тоже можно было купить Но я ее не купила Потому что, опять-таки, подумала Господи Ну, а если ее никто не захочет Что я буду с ней делать Носить я ее сама вряд ли буду Платье очень-очень интересное, друзья Посмотрите Оно мне было маловато И даже, в общем-то, я пожалела Что она мне была маловато Потому что, смотрите Какая шикарная расцветка Очень красивая расцветка Возможно, мне модель не очень красива Отрезной и книзу расширяющийся Но я с удовольствием его померила Британская марка одежды Они шьют одежду в стиле 40-х, 60-х годов прошлого века То есть, в винтажном стиле У них вся одежда Посмотрите, какие чудесные платья у них И это платье тоже было очень красивое Туника Легенькая, тоненькая На подкладочке Ничего такого особенного Если ее можно было купить То тогда с какими-то бежевыми брюками, возможно Но я ее не стала покупать Она хоть и красивая Но не настолько, чтобы, знаете Вот мне там вау Очень захотелось ее надевать, носить Главное, друзья, мы перешли к самому Наверное, возможно, главному кладу Который я сегодня нашла И мне очень-очень важен ваш совет И ваше мнение Платье Оно безумно дорогого бренда Оно мне мало Я купила это платье Потому что я не могла оставить его в магазине Просто не могла реально, друзья Оставить это платье в магазине Но мне очень интересно Что вы скажете Этот бренд Чуть дальше Он будет там Я покажу вам Потому что он, насколько я поняла Вручную сшит Я пошла в интернет И посмотрите, какие Бешеные цены И если вы посмотрите На вот все эти прошивки нитками То даже я Ничего не понимающая Думаю, что это ручная работа Просто ручная работа Возможно, какие-то швы Прошиты вручную Скажите мне, пожалуйста, друзья Что же за клад я купила? Мне безумно интересно Я пошла на ebay Там очень высокие цены Даже на эти платья Б.У. В общем, мне оно не очень подходит Но я его купила Замечательно сегодня погуляли Я нашла клад Я так надеюсь И одно платье И второе, как кардиган Я считаю, что это клад Но мне очень интересно Что же за клад я нашла? То, что я в интернете прочитала Это одно А то, что вы Многие из вас Очень знающие люди Именно в люксовых брендах Скажите мне На эти две вещи Которые я купила Спасибо вам большое Возможно, я зря Что-то еще не купила Конечно же, я жду вас в комментариях Спасибо Хорошего вам настроения, друзья Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok